Приветствую вас. Понимая, что вы находитесь, словно, во властье определенных установок, вы, тем не менее, продолжаете транслировать. Теперь уже несколько другие, но все равно, тоже, как это непродакционные установки. Поэтому, я думаю, что вы к себе в первую очередь довольно-таки грубые, вы к себе довольно-таки невнимательные, как мне кажется, и вы, как мне кажется, не опускаетесь достаточно глубоко, вот, туда, где, действительно, могли бы быть ответы на ваш вопрос, ну, точнее, на то, что вас волнует, да, на то, что вас вот успокоит, как это. Смотрите. Итак. Приветствую вас, пишите вы и добрый день. Хочу свое собственное жилье на подсказку. Сразу полагаю чуть-чуть подозрение, когда выезжу в ценник на квартиру. Что мы здесь имеем? Мы здесь имеем определенный пример материальных, ну, определенный материальный пример мы здесь имеем, который для вас имеет ценность. Ценность, это пример наполняете вы. То есть, жилье имеет для вас определенную ценность. Но, какую ценность имеет жилье, выясните, что? А это было бы очень важно, потому что ценность находится не только в жилье. Вы выбрали для выражения своей ценности, по сути, одну форму. И форму достаточно недостижимую. Тогда как? Не исключая того, что, как бы, жилье вам нужно, можно ценность жилья реализовывать в других более доступных вещах. Тем самым, получая определенный ресурс, получая возможности, получая, я бы сказал, некоторое подкрепление для себя, подзарядку, определенную подзарядку, да, численную подзарядку, получая для себя, вот, и тем самым, получая реальную возможность добиться покупки жилья. Момент в том, что, помимо реализации ценности жилья в других предметах, в других проявлениях реального и ментального мира, мы должны деньги. Деньги – это следствие, следствие труда у человека. Именно труда, а не работы. Чтобы именно зарабатывать, с моей точки зрения, нужно заниматься любимым делом. Ну, или, по крайней мере, работать и заниматься любимым делом. Тогда вы сможете идеально относиться к факту зарабатывания денег, вас это не будет тревожить, вы будете знать, что вам важно, и не будете срываться на какие-то бессмысленные для вас, конечно же, покупки. Вот, сейчас этого у вас тоже не происходит. Почему? Потому что здесь очень важно задать такой вопрос. А что вам вообще в вашей жизни интересно? И интересно ли? Ну, то есть жилье – это хорошо, но вы получите жилье, например, и вам нужно будет как-то дальше жить с жильем. Или вы не получили жилье, и вам тоже нужно как-то дальше жить без жилья. То есть, на мой взгляд, здесь у вас есть сверх мотивация, которая, конечно же, вас сбивает и мешает подходить к этому процессу несколько адекватно. Ну да, вы не можете себе это позволить, но вы не можете себе позволить что-то ещё. Сейчас, сейчас. Если вы будете заниматься любимым делом, если вы будете развиваться, то рано или поздно, в прямой зависимости от того, какие у вас способности и возможности, вы сможете добиться того, что вам они позволяют. Даже необходимо принятие себя, принятие своих целей, своих возможностей и своих ограничений. Но вы, когда видите, что не можете себе что-то позволить, почему-то воспринимаете это на свой счёт. Вот тоже, как мне кажется, довольно важный момент. Ну, если всё, что вы не можете себе позволить воспринимать на свой счёт, что получится? А если бы все люди, которые не могли себе что-то позволить воспринимать на свой счёт, что бы у нас с вами тогда был бы заметно? Ну вот, отчасти мы сможем в тех или иных проявлениях это наблюдать. Честно говоря, картина мягкая, я не говорю, не очень. Дальше. Чувства досады. Вот чувства досады, здесь нужно брать. Что это за чувства, как оно проявляется, что оно из себя представляет и так далее. Нужно раскрыть эту досаду. Приходит осознание, что мне никогда не суметь заработать денег на неё. Может быть и не суметь. А может быть и суметь, вы этого не знаете. Важно другое. Важно то ценностное наполнение жилья. Которое у вас есть. И важна возможность реализовывать эту ценность в меньших на штабах уже здесь и сейчас. А не только в жилой площади. Тогда решилось, что должны получить её даром. Хм, извините. Как вы считаете? Вот вы обращаетесь вроде как к психологу, но как-то вот в реалистичном представлении мира отсутствует такая история, что кто-то что-то получает даром. По крайней мере в современном мире, где в основном господствует капиталистический взгляд на экономику. Что вы используете аффирмации в позитивном образе? Вы чувствуете на полном блоке и многим людям всё даётся легко и просто. Откуда вы это знаете? С чего вы это решили? От того, что вы сравниваете себя с другими людьми и в лучшую сторону. Как бы видите, не с лучшей стороны, видите себя. Вот такой вот вопрос. Вот такой вот вопрос. А почему вы сравниваете себя с другими людьми? Откуда пришло это? Вы сравниваете себя с другими людьми? Дальше. Теперь я сознала, что мне установку существа нужно заслужить. Момент в том, что установка, что вам нужно купить дом или своё жильё, чтобы быть счастливой, тоже является установкой. Установка довольно догматичная, потому что она не гибка. Любая мысль, любая интенция, любое умозаключение, если оно не гибко, это установка. И оно не допускает каких-то изменений. Дальше. Я нерадивый работник и не заслуживаю подарков от Вселенной. Как мне подобную установку? Ну, что такое нерадивый работник, я не очень понимаю. Опять же, хотя у вас отношение к труду или что? Что такое Вселенная? Почему Вселенная должна дарить вам подарки? Такое ощущение, что у вас какая-то каша и попытка переложить ответственность. Например, себя на Вселенную. Как поменять подобную установку? Что вы имеете ввиду, говоря про установку, особенно в том контексте, в каком я вам прокомментировал? Как убрать мысль, если надо расшибиться насморк, чтобы получить свое собственное жилье? Увидеть ценность, которую вы наполняете жилье. Хочу, чтобы даром, чтобы легко радостно, чтобы за любой подарок надо было расплачиваться своими вторыми временами, деньгами, энергией и другими благами. Я бы сказал, что вы здесь говорите о принятии с одной стороны, а с другой стороны об ощущении несправедливости. Глобальной большой несправедливости к вам в жизни. И это две, на первый взгляд, противоречливые истории. Чтобы даром легко и радостно, мне кажется, для этого вам нужно почувствовать внутри себя жизнь и энергию. Для чего? Нужно развивать свою чувствительность и внимательность, личную ответственность. Ценность, ценную систему, безусловно. И отход от главенства материального мира, мира материальных вещей. Это важно, это нужно, но это не главное. Дальше, вы можете получить что-либо потому что вы есть, сможете получать что-либо потому что вы есть. Когда вы сами поверите в свою безусловную цену, когда вы примете себя. Сейчас вы себя не принимаете. Читали про законы сохранения энергии. Представляете, что квартир надо дать непосредственную цену, как собрать подобные мысли. А зачем вы читали про сохранение энергии? Знаете, вы уверены, что вы к психологам обращаетесь? Психология не работает с вселенной и энергией. По крайней мере, традиционная психотерапия. Естественно, есть нетрадиционная школа психотерапии. Но традиционная все-таки не работает с вселенной энергией. Поэтому я не очень пока понимаю, готовы ли вы принять определенные постулаты и взгляды психотерапии. По крайней мере, традиционной психотерапии. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работать над собой. Желаю вам всего самого доброго.